Рекламно-информационная программа Добрый день, у микрофона работает Светлана Занько И сегодня у меня в интервью Владимир Маматов, пресс-секретарь завода Вятич Мы будем его сегодня выслушивать по поводу того, что происходит вокруг завода Вятич и вокруг продукции, которую производит Вятич Но прежде всего мне бы хотелось узнать у тебя, Володь Что происходит с Инстаграмом Вятич, который активно на протяжении многих лет использовался и для популяризации продукции самой компании, и для того, чтобы ее рекламировать Он блокирован? Да, Свет, приветствую Маматов Значит, он блокирован, но блокирован без объяснений Это одна сторона Морелизонского балета Вторая, это то, что его взломали не так давно Если я правильно помню, это было дня 4-5 назад То есть та неделя еще И разместили там совершенно потрясающие по своей наглости и вульгарности картинки Шельмующие продукцию Вятич Конкретно вашего предприятия? Да, нет, там просто указание Вятич это вот это и вот это и вот это Продукция вот это, вот это и вот это Я не знаю, я не специалист в этом По-моему, это все удалили Но часть людей, во-первых, мне звонили, они видели это дело Во-вторых, часть где-то в сохраненках есть То есть, ну, такой, мягко говоря, неприятный момент Мягко говоря С Инстаграмом и с блокадой его И с размещением этих, и со взломом, и с размещением этих картинок Ситуация нехорошая Ну, мне она не нравится, потому что Это... Я не понимаю, зачем это делалось То есть, кто эти люди, которые хотели вот таким топорным способом Испортить настроение и тем, кто потребляет продукцию И саму заводу, собственно, непонятно То есть, такая... Насколько это спланировано Насколько это продумано, ну, не мне судить Это, скорее всего, правоохранительным органам судить Да, и вот здесь я хотела бы, чтобы ты пояснил Вы какое-то расследование будете проводить? Ну, пока не начали, но, скорее всего, начнем Начнем, скорее всего, потому что, ну, как бы, думают Стоит ли овчинкой выделки? Потому что, в принципе, эффект, ну, местечковый, по сути То есть, для Кирова... Но это все равно для Кирова круто, да? То есть, может быть, да Может быть, мы обратимся По вашим ощущениям сейчас это хулиганство? Или это какая-то атака? Две точки зрения То есть, я склоняюсь к тому, что это хулиганство Но я предпочитаю вообще искать в событиях Как бы позитивную сторону Ну, просто человек сошел с ума и что-то сделал Ну, бог с тем, с кем не бывает Всем и грешно Ну, есть более аргументированная, более серьезная точка зрения Что все-таки это атака очередная Причем их, учитывая, что их достаточно много на разных фронтах То есть, может быть, это какой-то элемент Не знаю, ничего не могу сказать Что будете делать с вашим каналом? И при каких условиях он может быть разблокирован? Нет, я не знаю, какие там отношения с Инстаграмом Сейчас, по-моему, писали ему там, выясняли что-то Но заведут, если не завели сейчас, заведут второй Инстаграм То есть, опять его будут раскручивать уже второй канал То есть, это, ну, это самый разумный вариант Начать сейчас делать что-то взамен старого В котором, через что я сбоку бантик творилось Вот как-то так С чистого листа новый Инстаграм Ну, практически, да С новыми подходами? Ну, нет, я думаю, что он себя оправдал полностью Во-первых, старый Инстаграм То есть, он прекрасно себя зарекомендовал Люди его смотрели Ну, значит, и следующий будет На тех же дрожжах Ну, ведь подписчики же там Их же надо будет возвращать Ну, вот это отдельный вопрос Их надо будет возвращать, да Как это делать? Это отдельная техническая песня Ну, вот поэтому это и возмутительный взлом Самоблокировка и так далее Ну, я не знаю, в связи с этим Или в связи с чем-то другим Другим планом Возник твой блог на Ютубе Маматов Шоу Два уже ролика там есть Я их посмотрела вчера внимательно Спасибо И у меня есть несколько вопросов по этому поводу Первый, естественно, я уже практически задала В связи с чем возник блог Маматов Шоу? Нет, нет, нет Это абсолютный элемент художественного творчества Моего рекламного отдела на ВЯЧ То есть, просто попробовать Можно ли делать что-то интересное На Ютубе? Да Ну, там и ВКонтакте, и на Ютубе Там нюансы следующие Во-первых, это нельзя рекомендовать Как визитную карточку завода Потому что там много ненормативной лекции Это я заметила Да, совершенно правильно И это, скорее, подача развлекательная Отвязная Человек сидит в баре И рассказывает своему приятелю За кружкой пива Которое запрещено рекламировать В официальных СМИ, по крайней мере За кружочкой пива Он рассказывает своему приятелю Используя простой разговорный язык Что он увидел с новостями Сегодня в интернете И вот что его зацепило, не зацепило И как это вообще Посмотрим, как дело пойдет Это не визитная карточка завода Не связана с блокировкой напрямую Но это просто какая-то попытка Сделать что-то интересное Если это пойдет То тогда все изменится, конечно Но вообще новые форматы Использования Ютуба Использования, например, тех же подкастов Вы рассматриваете Как маркетинговые какие-то инструменты Ну, тот, кто быстро не бежит Он даже на месте не стоит То есть поэтому надо все время что-то пробовать Делать, пробовать, делать, пробовать, делать Пока ты не попробуешь, ты не узнаешь Идеи, которые туда закладываются Давай пишем, что ты там делаешь В своем «Мама-тоф-шоу» Ты вроде бы как сидишь Смотришь в компьютер Смотришь, какие новости выходят Причем у тебя там есть От политики до каких-то там Пряников и печенюшек Ну да, совершенно правильно А кто выбирает этот новостной подбок? Первый выпуск – это чистая импровизация То есть передо мной поставили комп Я открывал То есть мне рассказывали, что есть еще вот эта новость Я открывал ее, комментировал Это снималось без дубля, без повторов То есть это одним блоком снималось Грубо говоря, сделано на коленке Так, на авось Второе – чуть-чуть продуманнее Чуть-чуть продуманнее Посмотрим, что дальше Вопрос, конечно, в подаче Плюс, с одной стороны Не хочется превращаться в кировские СМИ Имеется в виду, что не хочется тонуть В трясине кировских новостей Там в Яранске Там ударили по голове табуреткой Там этот переехал Этот украл 100 рублей И посажен за это А с другой стороны Не хочется превращаться И в такого сидящего Глока деревня колхозника Который вдруг интересуется Федеральными новостями То есть это выглядит очень неаутентично То есть наиграно чересчур Проще говоря, хочется сделать что-то интересное для людей Ну а пиво-вятич в кадре Там, да, существует Согласен Что делать? Будем пробовать дальше Но формат еще не устоялся Насколько я понимаю Конечно, нет Я... Ну... Мы с тобой вот говорили перед передачей Я абсолютно с тобой согласен Что 10 выпусков Это минимум Который нужен для того Чтобы понять, что вообще делается То есть Ну, я думаю Где-нибудь к концу сентября Будет более-менее понятно Стоит ли овчинкой выделки вообще Ну вот уже сейчас я вижу Там по 3-4 тысячи просмотров Ну, это не аргумент Для меня, по крайней мере Ты стремишься Ты какие-то цифры для себя ставишь? Ну, я понимаю Что миллион полтора Это уже цифра Это уже интересно То есть это можно уже говорить О том, что проект выстрелит Но это надо вкладывать В продвижение Это надо вкладывать Время, усилия На самом деле Самое главное усилие Потому что без режиссуры Без проработки Без продумывания Каждого элемента Ничего дальше не поедет Ну, мы бы так все Просто интересно Я знаю, что очень активно Ютуб-каналы И ютуб-шоу на каналах Используют, например, Производители Домостроения деревянного Сама это видела неоднократно А среди ваших коллег Которые производят Такой же продукт Есть уже такой опыт? Ничего тебе не могу сказать Я не видел непосредственных Ютуб-каналов именно от заводов Где бы Ну, кто-то есть Я кто-то мелькал Но там тоже Что называется Не зацепило Не исключено, что кто-то есть Но Если ты превратишь канал В узконаправленный То есть направленный Только на рекламу пива К примеру Ты сужаешь аудиторию До размеров людей Которые интересуются Вот продуктом Настолько, что готовы Смотреть Ну, я согласен Что если мы возьмем С утра Мне как раз Очень приличный человек Предлагал вариант Говорит Ты возьми Выступи Как поборник пива А вот Шварценеггер Допустим Он топит звено Вот возьми Шварценеггера Вот возьми себя В Нью-Йорке Нормально С ними все хорошо Я двумя руками за Ну, осталось Добраться до Шварценеггера И вот Вот тогда Не вопрос Со Шварценеггером Я готов В топить за пиво Ну, ты понимаешь Что успех Там Максимальный процент успеха Подобных шоу Это все-таки человек Который сидит в кадре Ну, вот тут У меня Бурный прилив скромности То есть Мне бы не хотелось Себя переоценивать Раз И Ну, с другой стороны Принижать себя Достаточно глупо То есть Сам по себе Этот юморной Фриковый Интеллектуальный Хулиганистый Странный человек Ну Я смотрел Отстраненно Смотрел свой собственный выпуск По-моему Вчера или позавчера Есть моменты В которых он мне нравится А есть моменты В которых он мне просто скучен Ну, это Одна и та же пластинка Вопрос Удастся ли из этого Сделать какую-то мелодию Которая будет играть Это гадательный момент Ну, я думаю, что основной вопрос Который задают в обсуждении Этого Мамата в шоу Это А зачем, собственно говоря Мат Нельзя обойтись Без ненормативной лексики Ты знаешь Я Думал над этим вопросом Не раз и не два Нет, нельзя Почему? По одной простой причине То есть Когда Мы с тобой Даже разговариваем Вне передачи Вне эфира У нас все равно Мелькает абсцентная лексика Причем Интеллигентность Я не произношу таких слов Верю Это маматов Да-да-да Это естественно Конечно Как иначе Фишка гораздо проще То есть Для меня показатель интеллигентности Это умение пользоваться ею То есть Если человек умеет это делать Это один вариант Если он использует Эту абсцентную лексику Как связку между словами Это другой вариант Ну, собственно, вот и все Прервемся на полминуты И продолжим разговор С Владимиром Аматовым Мы в эфире, оказывается Я думала, что у нас есть полминуты Но что же Мы продолжаем интервью С Владимиром Аматовым Но Вятич ведь троллят Не только в комментариях СМИ Насколько я знаю И много чего пишут И про продукцию И про представителей И про тебя Тоже много чего пишут Да? Совершенно верно Как к троллингу относитесь? Ну С одной стороны Это неминуемая вещь То есть Если ты что-то из себя представляешь Тебя будут троллить Это надо очень хорошо понимать Если ты ничего из себя не представляешь Никто плохого слова Про тебя не скажет Это надо сразу понимать Или вообще любому человеку Который вылез в публичную сферу И Меня поэтому веселят В восторге людей Которые говорят, что А! Я стал политиком Я стал депутатом Там, не знаю Предпринимателем Еще чем-то И они посмели Что-то мне сказать Ну Братан Короче говоря Там это Тогда не влезай И все Никто не тронет Но связь Сейчас Павла Валенчука вспоминаем Не будем Всех Не будем О бровках, ноготочках Это лишнее совершенно А К чему я это? К троллингу вячище То есть Там есть Очень нехорошие составляющие Вот блокировка Инстаграма И то, что сделали Какие-то картинки там Эти хамские Публиковали Вот у меня Это начинает Медленно Неверно Связываться с тем Что, во-первых Все комментарии Вот Публикует Чтобы не публиковалось Вяческим Там совершенно Однотипные комментарии Написанные Как Под копирку Но при этом Это Не видно Что это Разные люди Оценивающие ситуацию Там Это просто Раз за разом Раз за разом Раз за разом Транслирование Какого-то негатива По отношению к продукции Но это похоже на атаку Вот уже Вот На продуманную системную атаку Ну это Если раз за разом Одно и то же Стандартные Это похоже на систему Это просто похоже на систему Причем и Торговые представители Закупщики Вячи Они сталкиваются с тем Что представители Других компаний Они рассказывают Об Вятиче О его продукции Те же самые Фейковые вещи Причем я Которые в интернете Вот мы Да Но фишка в чем Если взять Ну может быть кстати Когда-нибудь Это стоит сделать на радио Если взять технологов Свячи То есть Производственников И спросить Например Ребята Это правда Они скажут Что это полная Категорическая чушь То есть Нет этих веществ Нет этих элементов В пиве Которые могут Это вызвать Нереально То есть Это Ну Ну если Те кто был На экскурсии На заводе Те кто видел Оборудование Которое там стоит Те кто видел Какие облатории Там стоят Как это все Производится Ну Это дурь Дурь Чушь Ерунда Но Они Постоянные Спланированы Ну Ощущение что это Спланировано Вот Это не обязательно Вот кто-то Принял решение Сегодня Да И начал делать Это мы могли Принять решение Года назад И методично Просто спокойно Ввести в повестку Дня И его выполнять Это неприятно Да Ну это Это вот что касается Троллинга в соцсетях Но мы Напоминаю Рассказывали здесь О деле Росконтроля Это Программа Одного Одного из Телеканалов Кстати говоря Федеральных Который проверял Несколько Продуктов О квасе шла речь Правильно Ну они проверили О квасе шла речь Продукты Нескольких Крупнейших Шести Кстати говоря Производителей Шести И ты тогда говорил Что вячес Так это дело Не отставят А будет Собственно говоря Добиваться правды И как минимум Самим каналом Скорее всего судится Что сейчас происходит Ну схема очень простая 9 августа Ответ Росаккредитации Это официальная Государственная компания Которая должна Оценить Правомощность Примененной методики И выдать Вердикт На тему того Работает она Или не работает Имели право Ее применять К классу Или нет Не вдаваясь В научные Все эти термины И так далее Мы получим Нужный нам Ответ О Росаккредитации Не потому что Росаккредитация Нас любит А потому что Она скажет Правду Которая одна Вот И с этими данными Мы уже пойдем В суд По кросконтролю И к телеканалу ТВЦ Который все это Распространил То есть Из всего Большого Ну небольшого Там 6 человек Всего 6 предприятий Из всего Количества Заинтересованных Железно С нами Это букет Чуваши То есть Они поддержат Это все Я думаю Что 9 Мы получим 12 Разгромную Статью Объясняющую Почему Росконтроль Плохие люди Почему Они жулики Проходимцы Почему Там все Подтасовано И так далее И так далее Значит Пепси Ну то есть Русский дар Пока Пауза То есть Там Другие Немножко Варианты Ну Дека Тоже Взяла Паузу Ну Это Понятно Что это Огромные Крупнейшие В России Практически Производители Там Бюрократическая Структура И решения Они быстро Не принимают Букет Чуваши С нами Этого Достаточно То есть Нам Хватит Вполне Этого Если Ребята Остальные Там Дека Пепси Подключатся Флаг В руки Вперед В любом Случа Мы В середине Августа Увидим Федеральные СМИ С этими Вещами Что это Значит Ну то есть Мы увидим Публикации Нормальные Посвященную Иску Которые Вятский Это тоже Не нравится Не нравился Инстаграм Не нравится Троллинг В сетях Как под копирку Не нравятся Эти фокусы С квасом Которые Вот как-то Все это Настолько Близехонько Не знаю Следующий вопрос Который хотелось Обсудить Напоминаю На студии Владимир Маматов Пресс-секретарь Завода Вятич Это все-таки Постоянная Борьба За полки В сетях Мы говорим О магните В данном случае О красном И белом О котором Вы упоминали В прошлые разы И говорили Сколько не длится Эта история Захода сетей В регионы Столько местных Производителей Борются за полки В сетях У Вятича Вроде было Все в порядке Но тут Последние сведения Пришли Что уменьшилось Количество позиций Значительно В некоторых Магазинах сетей Что случилось Ну Это не неожиданно Это в этом году Магнит уменьшил Количество позиций Сейчас я скажу точно С 18 До 4 Это по магниту То есть Это бред Это потеря денег Это торговля Но Вятич пользуется Спросом То есть Он великолепно Совершенно продается Это ходовой Прекрасный Оборачиваемый товар Вопрос Почему они не берут То есть Хотя они Привозят Какое-то Дешманское Безумное Там пиво Из каких-то регионов Которые неизвестны Кировчан Там продажи Минимали Но они стоят Наших Нету Вопрос Ну Почему так себя ведут Торговые сети Именно такой вопрос Мы и задаем Да Этот он Непонятен То есть Единственное Что значит непонятен Вот приходят Представители Вятича Предлагают свою продукцию И вам что-то отвечают Нет это неинтересно Просто Нет Объясня Никто Объяснять причины Тебе не будет Это прямо Как с американской визой Отказанной Без объяснения причины Никто не собирается Тебе объяснять причины Почему собственно Ты не будешь ставить Нет Этого не будет То есть Проблема в том Что Вопрос По наличию Местной продукции В торговых сетях Это на самом деле Вопрос Региональной власти Вот Мы не будем сейчас Обсуждать эту тему Потому что она на самом деле В разработке И как там дальше пойдет Неизвестно Но это вопрос Региональной власти И вот Я честно говоря Опять же Ничем другим Кроме Какой-то Ну Я думаю Что финансовой В первую очередь В зависимости Этих торговых сетей От Этих Транснациональных Компаний Которые делают пиво Я не вижу То есть Я не понимаю Каким образом Они убеждают Не брать местных Не пускать И так далее Кроме как денежным Ну да Я не понимаю Почему ты говоришь Что это все-таки Присутствие Или отсутствие Или объем Присутствия Местной продукции В сетях Это вопрос Региональной власти Есть примеры Где региональная власть На это влияет Есть пример Татарстана Где 50% На полках Находится Местной Татарской продукции Это можно доехать До Татарстана Я сам там был Где-то в аквапарке Мы были в Казани Там в прошлом месяце Я заходил В пивные магазинчики Рядышком Все сверху Донизу В огромном количестве Забито Местными производителями Они стоят ровно Мощно Красиво По приемлемым ценам Все действуют В рамках одного законодательства Да Естественно Естественно То есть Но Но В законе Никогда не будет прописано Этого нет Даже в Германии Где есть масса актов Посвященных тому Что как местные производители Должны стоять на полке Там очень много льгот Для местных Которые вынуждают Просто их ставить Да Но в законе Чтобы не ущемлял Право потребителя Нету 50% присутствия Хотя в Германии Она есть фактически Да Но В Тарастане Действуют точно так же То есть Они просто Там общество потребителей Тарастана Если я правильно помню Они просто лоббируют Активно Очень С использованием власти Присутствие своих товаров В сетях Которые Ну Логика для меня Она правильная То есть Вот на моей земле На нашей земле Да В Кировской области Стоят эти магазины Если я правильно понимаю Основные налоги Они платят Не в Кировской области Ребят Давайте тогда Вы поможете нам Все-таки наполнять Налоговую базу Заполнять То есть Потому что Местные товары Если они продаются В этих сетях Они продаются Там Ты просто Позволь потребителю Их получать Рядом Магазин с домом Это святое То есть В магазине с домом Стоит Человек возьмет Все То есть С этого идут Налоги в бюджет Это схема Двухходовка Там она абсолютно Понятна Любому человеку Ты уже упомянул Здесь транснациональные Корпорации Напоминаю Сегодня в программе Интервью Владимир Маматов Пресс-секретарь Заводовятич Что Есть какие-то Подтверждения Того что Транснациональные Корпорации Действительно Действительно Вытесняют Местного Производителя Или просто Местный Производитель Сам по себе Не способен Конкурировать Ничего Похожего Ничего Это эффект Очень-очень Больших денег Огромного Опыта И Умения Работать на рынке То есть Транснациональные Корпорации Заходят в Россию Этот процесс Начинался в 90-х Годах Заходят В Россию Она покупает Эти заводы Которые живут Фактически На издыхании Старое оборудование Рынок перекошен Они покупают Этот завод Он работает 2-3 года Они потом его закрывают И просто заполняют Все Идущие Со своего завода Продукции Все То есть Сами заводы Закрываются А из мегафабрика Которая находится Не в этом регионе Поставляется Продукция Все элементарно Просто То есть На самом деле Этот факт Малоизвестен Почти Ну как-то Так получилось Что малоизвестен В 98-м году Сан-Эн-Беф Это подразделение Бельгийской Транснациональной Корпорации Там Стелла Артуа Аббат Еще что-то Они делают Вот Они собирались Купить Вяч То есть Действительно Реально В 98-м году Они предлагали За не очень Большие Но приличные Ну по меркам Обычного Среднего человека Офигенные деньги Купить заводик Который уже был В собственности Кураги Значит Он им не продал И в первую очередь Потому что Они не скрывали Своих простых Элементарных планов То есть 2-3 года Мы покупаем Несколько лет Мы работаем Отбиваем эти деньги Правдами и неправдами Потом мы его закрываем Просто потому что А зачем А зачем нам развивать Что-то здесь Когда мы напоим У вас всех Пиво Там Клинское Не знаю Они сейчас Если посмотреть географию Очень много Пивных заводов Стоят в потрясающей Близости От химкабинатов Славок И всего остального То есть Можно подумать Немножко О качестве продукции Которую ты получаешь На этих заводах Несмотря на очистку Все остальное Не буду приводить Тыкать пальцем Проводить Не надо А то привлекут А там нечего привлекать Можно открыть Google Maps Посмотреть карту И посмотреть Как расположен завод Ну скажем В Клину Просто посмотреть Что находится рядом Ну Сразу будет все понятно Вот То есть Закрыли Сыктывкарский Не закрыли Сыктывкарский Но Арифея уже Несколько лет Пермский Также саннбеф Воку пива И закрыла Прервемся на полторы минуты Это Владимир Маматов Его мы сегодня В интервью выслушиваем Через полторы минуты Снова в студии Продолжаем разговор Сегодня у нас В интервью Владимир Маматов Пресс-секретарь завода Вятич Меня зовут Светлана Занько И мы говорим О том Что происходит В отрасли Конечно В привязке К заводу Который находится В нашем регионе Что у нас Происходит С рекламой пива Ну на самом деле От ограничений На рекламу пива Страдают Естественные СМИ Не знаю Страдает ли население Или население Уже привыкло Мы видим Как выкручиваются Как выкручиваются Производители Этого продукта Рекламируя Безалкогольные напитки Да Не знаю На самом деле Это работает Или не работает Я тоже не знаю Да Но мы понимаем Что все Что касается Любых продуктов Что касается Алкоголя Что касается Слабоалкогольных напитков И даже Неалкогольных напитков Это всегда Борьба интересов И лоббирование Интересов В разных Крупных направлений И крупных Объединений Так скажем Бизнес-объединений Вот Что касается Ограничений На рекламу Этого пенного напитка Это тоже Транснациональные Корпорации Или все-таки Или все-таки Это государственная политика Это не государственная политика Это государственная политика Но я убежден Что это лоббирование Короче Теми же самим ТНК Которые Продавливают Торговые сети Продавливают Скорее всего Все остальное Но Ограничение на рекламу Пива Это еще Один вариант Когда местный Производитель Что бы он ни делал Да Он не вылезет Почему Потому что Транснациональная корпорация Может платить За места На полках В этих торговых Сетях Столько Сколько Никогда не заплатит Регионал А рекламировать Хорошо рекламировать Свою продукцию По этому закону Мы не можем То есть Вячесич поставлен В ситуацию Когда он Вынужден Вынужден Фактически Бороться С этими ребятами Но не имея Для этого возможности То есть Мы перекрыли Кислород А продавить Деньгами Торговые сети Невозможно Просто невозможно Это разный Разный масштаб То есть Да Запрет на рекламу Пива Как это Не смешно Выглядит Он Провобирован Транснациональными Корпорациями То есть Производителями Пива Но большими То есть На самом деле Надо понимать В принципе Что такое Вот это Экспресс пиво То есть То что у нас Стоит по акциям То что у нас Ну они опустили Конечно Все эти бренды Карлсберг Чуть не выговорить Но это какой-то Новый термин Экспресс пиво Я с ним Встречалась раньше Ну это Я не помню Где это В какой-то дискуссии У нас выпало Мне вам нравится Правильно Экспресс пиво Это очень просто То есть Стандартное пиво То которое варят На вятиче Это 28 дней Брожения То есть Стандартный Это вообще традиционный Да Это абсолютно По немецкому закону От апреля 1516 года Вот как он 28 дней стоял 14 лет назад Так он и стоит Ничего с ним не сделать 28 дней Ты делаешь Нормальное Обычное Нормальное Качественное Хорошее Настоящее пиво Но Если ты Вводишь В процесс Ускорители Ну такие Стимуляторы Да Допинги То есть Вводишь Дрожжевые культуры Которые Резко Ускоряют Врожение То есть Вместо 28 дней У тебя Бродит 7 То есть Ты получаешь Грубо говоря 4 урожая По качеству Вопрос Но У тебя Затраты И на Электроэнергию На Рабочую Силу На Все 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 На Технологический Процесс В 4 Раза Меньше Все То есть Второй момент Это Экспресс Пиво Это две Составляющие Первый Это ускорители Брожения Второй Это Мальтозная Патока Вот Помнишь На прошлой Программе Говорили Про то Что Молочников Вроде бы Обяжут Размещать На продуктах Пометки Молочный Лето Продукт Заменитель И так Да И расставлять На полках Соответственно Да Во-во-во Если Если бы В отношении Пива Это было Сделано Потому что Такое бы Счастье Было Нечеловеческое То есть Человек Заходит в магазин А там У тебя Все вот эти Импортные По 99 Рублей Которые стоят Там Пометочка Пастеризовано Причем Немцы Которые Гонят Из Германии Они Честно Совершенно Говорят Ребята У нас Стоит Мгновенная Обработка Пива Там Как Навязчиво Она Стоит Там Нет Пастеризации Там Мгновенный Нагрев До Температуры Но в течение Секунды И охлаждение Мгновенно Убиваются Дрожжи Останавливается Процесс Но вкусовые Качества Пива А когда Экспорт Идет Они Полчаса Кипятят То есть Кипяченка Стоит Импортная Я не Настоящий Немецкий Пиво Но это Ладно Вот Пометочки Были На полке Раз Второе Поставили бы Мальтозный Опаток Это Солод В значительной Степени Заменен Просто Сахарным Сиропом То есть Это Уже Тоже Не Совсем Пиво И У Этого Состава Есть Офигеннейший Плюс То есть Ты Можешь Использовать Дешевые Дешевые Сорта Солода Которые Стоят Копеечки То есть Опять У тебя Удешевляются То есть Ты делаешь Не за 28 А за 7 Плюс Гонишь Все Этот Весь Этот Дерзат Сюда Выгоняешь У тебя Получается Полтора Два Раза Дешевле По себе Стойки Ну Конечно Ты можешь Дерзать Цену Которую Никто Не справится То есть Альтернатива Простая Лежа Пытается Бодаться Я против Этого То есть Я считаю Что нам Нечего Бодаться Мы Должны Как-то Держать Марку Ну Искать Способы Делать Что-то Но Держать Марку Ну То есть По Ощущениям Моим После Твоих Слов Складывается Следующая Ситуация Транснациональные Корпорации Крупнейшие Не оставляют Своих Планов По Вытеснению Местного Производителя Не Закончился Этот Процесс Не поделили Это же Как бы Не Вариант Злой Воли Это просто Ребята Приняли решение Этого Не должно Быть Вот Наша Баз Не должно Да То есть Этого Не должно Быть Вот Политика Которую Будем Проводить Мы Накроемся Мы Легу Стоять Этой Политики Не накроемся Это вопрос Собственно Говоря Насколько Мы Сильны Насколько Нас Поддерживает Опять же Население Власть В этом году Очень много Очень много Всяких Неприятностей Навязчив И поэтому Нельзя конечно Сказать что Вот прям таки Такой Прошу прощения Плетется Заговор Да Но Ничего хорошего Нет конечно Пока То есть посмотрим Как будет дело Развиваться дальше Если мы Сумеем Противопоставить Качественно Настоящее Фактически Немецкое Пиво Сваренное На местной В Одессе Сваренное Местным Заводом Если сумеем Противопоставить Тому что Привносит сюда Трансанционал Ну да Да и на мы Выживем Но это вопрос Буквально Ближайший Год 2-3 Год 2-3 То есть Через год 2-3 Либо выживем Либо нет Я думаю Что вообще Вопрос планирования В таком бизнесе Как наш Он не может Исчисляться Ни месяцами Даже Год 2 Еще маловато Я думаю Что нормально Смотреть на 5 лет Вперед Примерно То есть Вот 5 лет Да Надо ставить Какую-то отсечку Смотреть Точку Вот так Это же Ненормальная Ситуация Почему Когда предприятие Стабильно работающие Понимающие рынок Обеспечивающие Этот рынок Понимают Что через 5 лет Все может измениться Почему Это ненормальная Ситуация Почему Мы не можем Существовать Десятилетиями Как существует Между прочим Помимо Транснациональных Корпораций Огромное количество Местных Производителей В той же Германии О Ну Это вопрос Хороший вопрос Объясни Как они Существуют Там И почему Их ТНК Не вытесняет Местного производителя Я недавно Шутил Что Ментальность В России Образованного Слова мента Отнюдь Не майн Да Вот И Совершенно Другие традиции Совершенно Другие Принципы Значит Что такое Локобренд Местное пиво В Германии Пивовар Забирается На Собор В немецком Городке Это самое Высокое Здание Строилось 200-300 Там лет Как Кельнский Собор К пример Забирается На собор Вот И С колокольни Он обозревает Эту местность Ну Там Примерно Дальность Кентров 100 100-150 Вот Все Это поле Которое Охватывает Взгляд Это Регион В котором Его пиво Будут пить Это Местные Немцы Это Прекрасно Знают У них Даже Названия Не очень Важны То есть Это Местный Вайсон Там Еще Что Локал Да Это Локал Бренд Все Немцы Знают Что Вот Стоит Завод Вот Это Местная Вода Вон Идет Директор Который Можно Поймать И спросить Если Что Произойдет Вон Рабочий С этого Завода Который Живая Реклам Этого Живой Ответ Он Не Будет Обманывать Закружки Того Жива Не Будет Обманывать Сосед Это Неправильно То Есть И У немцев И На полках И В сознании И В федеральных Законах У них Куча Всего Позволяющие Местным Производителям Чувствовать Абсолютно Уверенно У нас Этого Нет Почему Потому Что У нас Сама Идея Традиции Ну Обсуждать Коммунизм Не будем Но С моей Точкой Зрения Коммунисты Очень Постарались На тему Того Что Они Сначала Пытались Выкричивать Все Что Можно Все Что Плохо Росло Потом Насадить Свое Что Тоже Не Прижилось До Конца То Какими Ошметками И В итоге Мы Страна С полным Сумбуром В отношении Своих Традиций Что Мы Должны Поддерживать Куда Мы Едем Даже За Что Мы Должны Держаться Вот С пивом Я Прекрасно Понимаю У нас Есть Хотя Бы Вот 903 Году Поставил Немец Этот Завод Да Все Таки Ему Уже 116 Годочков То То Это Хотя Бы Какая Зацепка Какие То Корни Которые Ты Врастаешь Действительность Вот За Это Надо Как То Бороться Это Этому Надо Помогать И Выживем Выдавим Лим Транснационалов Мы Их Не Выдавим Сыриком Потому Всегда Будут Люди Которые Лучше Купить За 37 Рублей Ну Гуру Без Своё Здоровье Ну Без Разница Им Это Все Равно Вот Но Хотя Мы Четко Останемся На этом Рынке Да Это Интересно Остается Полтора Минуты До Завершения Программы Напоминаю Что Это Интервью С Владимиром Маматовым Мы Сегодня Говорили О Текущей С С Нашим Производителем С Класс Спросить Уезжает Ты не представляешь Какое количество Согласовок Было с индийцами По поводу Стикеров Которые надо Клеить на Класс Я уже Сошел с ума Переделая Через технолог Что их в стикерах Не устроило Но им же нужно Указывать кучу вещей Которые не указываются В российских Вот и все На хинди На английском На английском Слава богу На английском Ну я очень надеюсь Что тоже ближе К 15-му Часу Уедет Ближе к 15-му Да 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 Нет С квасом Я считаю Что все замечательно Росконтролем Раскатаем Со страшной силой Вот А с пивом Да Ситуация Вот именно такая То есть Скорее всего Надо будет давать Бой какой-то Привозному Объяснять Почему это так Ну и последний Такой мини-вопросик Одной фразой Может быть Ты ответишь В этой битве С привозным И с транснациональными Корпорациями Вятич один Или все-таки Местное сообщество Бизнес-сообщество Которое тоже Может быть Страдает Каким-то образом Объединяется Законов Это одно Но проходят годы И люди понимают Что жить-то им приходится В этом мире Да А в этом мире Все-таки Какие-то традиции Какие-то серьезные вещи Они ценны То есть А вот эти транснационалы Они как саранча С этим экспресс-пивом То есть Они пытаются На самом деле Вот маленькая нотка Патриотизма Они все-таки пытаются Чуть-чуть сбить нас С пути истины Ну это вот Надо противостоять Это было интервью Владимира Маматова Спасибо, что пришел к нам Меня зовут Светлана Занько Всем хорошего дня Да, всем удачи